Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне, где сегодня я буду делать идеальную творожную запеканку. Так было заявлено автором рецепта. Я решила ее сделать. Привлекло меня то, что там используется не совсем стандартный ингредиент для творожной запеканки. Это гречневая мука. Решили попробовать и вот что получилось. Начнем готовить. Для этой запеканки из продуктов нам понадобится яйца, которые я уже заранее разделила на белки и желтки, сахар, творог, 9% творог, нужно брать не меньше 5%, молоко, манная крупа, пакетик ванилина или ванильный сахар, также изюм, можно заменить на цукаты, орехи, то есть кому что нравится. Я буду использовать изюм, который буду мариновать в апельсиновом соке. Это свежевыжатый апельсиновый сок. Я сегодня вот так сделаю. И нам потребуется еще такой ингредиент, как гречневая мука. Сделала я ее сама. Перемолола гречневую крупу на кофемолке и просеяла через самое мелкое ситечко. Нам понадобится всего 2 столовые ложки. В первую очередь мы заливаем изюм апельсиновым соком, чтобы он полностью покрыл его. И отставляем в сторонку настаиваться, так скажем. Манку мы заливаем не просто молоком, а именно горячим молоком. Поэтому переливаем в кастрюльку, нагреваем над огнем, то есть доводим до кипения. Молоко должно закипеть и затем уже будем запаривать манку. Заливаем и размешаем. Отставляем в сторонку, займемся белками и желтками. И из данного количества сахара нам нужно разделить прям половину и одну половину отправить в желтки, другую в белки. Получается где-то по 125 грамм. Забиваем желтки с сахаром до бела. Масса посветлела, стала пышной. Теперь мы можем вводить следующие ингредиенты. Первым мы введем сюда творог. Чтобы мне было удобно смешивать, я поменяла миску на большую размер. Потому что я не подрасчитала немного. Маловато та была. И теперь смешиваем с творогом. Если творог у вас большой жирности, то лучше, конечно, его, прежде чем смешивать с желтками, перебить блендером. Следом добавляем запаренную манку. И все опять же хорошо перемешиваем. Тяжело немного становится руками, поэтому я прибегну к помощи миксера на самой низкой скорости. Сейчас мы это все перемешаем. Сюда же добавляем гречневую муку. Опять же перемешиваем. И слив с изюма, лишний маринад, так скажем, мы переносим изюм в нашу массу творожную. И все опять же перемешиваем. Все, оставляем пока в покое. Переходим к белкам. Добавляем ванилин, либо ванильный сахар, может быть, у вас будет в наличии, в сахар, прям в сахарный песок. Перемешаем. И будем взбивать с белками до пышной такой вот массы на самой большой скорости миксера. Взбили белок. И в несколько этапов мы его будем вводить вот в эту твороженую массу. Перемешивать нужно очень аккуратно. Движениями снизу вверх, круговыми, чтобы белок не опустился. Аккуратно. Так как именно белок отвечает за то, насколько поднимется наша запеканка. Растопленным в микроволновке маслом сливочным я буду делать так называемый метод французской рубашки. Это когда вы смазываете форму либо сливочным, либо растительным маслом. И сверху присыпаете или мукой, или манкой. Присыпаем немного манкой. Если что, лишнее. Потом можно будет вытряхнуть из формы. Аккуратно переносим наше тесто в форму. Форму, конечно, нужно было выбрать поменьше, но у нас совсем еще маленькая только. Это вроде как удобнее. С ручками сразу. Так. Распределяем его. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно где-то на 25-30 минут. В рецепте было указано время запекания 30 минут. Мы продлили на 10, так как золотая корочка у нас появилась только через 40 минут. И теперь, чтобы она у нас не опала, мы оставляем минут на 15, уже выключив духовой шкаф. С приоткрытой дверцей оставляем пока постоять в духовке прям. Запеканка немного уже подостыла в духовке. Желательно, конечно, ей дать полностью остыть. Но у нас просто как бы уже терпения нету. Мы ее сейчас уже разрежем. Она достаточно влажная получается. Но мы уже тут попробовали. И, на мой взгляд, немного сахара нужно уменьшить. О рецептуре заявлено было 250 грамм сахара. Я бы уменьшила, наверное, до 200. Может, даже до 180. Потому что очень-очень сладко. Но это на мой вкус. А так, очень даже неплохая запеканка. Конечно, чувствуется привкус, такой послевкусие гречневой муки. Ну, что-то необычное такое со сгущенкой, со сметанкой. Очень даже хороший завтрак получается. Внутри она очень нежная, мягкая. А я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго!